МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный исторический костюм. Это одежда, которую в обширном среднеазиатском регионе носили и в древности, и в средневековье, и вплоть до середины XX века. А в некоторых регионах Узбекистана носят и сейчас. Но эволюция этой одежды на протяжении веков проходила очень медленно. И мы расскажем вам об этом подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В формировании костюма среднеазиатских народов, в том числе узбеков, сыграли и климат, и выработанные религией моральные и нравственные нормы, социальное положение, этикет и, конечно же, древние и средневековые технологии создания тканей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремесло ткача было основным из многочисленных ремесел на Востоке. Практически во всех крупных городах на территории Узбекистана создавались прекрасные по фактуре и расцветкам шелковые и полушелковые, бархатные и хлопчатобумажные ткани. Их ткали в древних городах Маверанахра, и в Коканде, и в Индижане, в Намангане и в Маргелане, в Самарканде и в Бухаре, в Нурате и в Шахрисапсе. В XIX веку ткани стали едва ли не самым главным предметом экспорта в Россию, Индию и Кашгар. Абровые ткани всегда были гордостью узбекской культуры, как, впрочем, и народные мастера, которые передавали секреты своего искусства из поколения в поколение. Устас шогер – это живая традиция, которую сегодня впитает многогранное национальное искусство Узбекистана. Это уникальные мастера, которые создавали ткани из чистого шелка. Это ханатласы, которые на весь мир и на сегодняшний день известны. Это великолепные адрасы, это красители натуральные, которые настолько органично были подобраны. И на сегодняшний день мы, когда видим вот эти исторические ткани, мы всегда удивляемся, насколько это правильно подобранные цвета. Самое главное, что это все сделано с большим вкусом. Караванные дороги Великого шелкового пути способствовали расцвету торговли, тесному интеллектуальному взаимообмену, не только в области искусства, но и в области ремесел и особенно одежды. Начиная с конца XVI века территория Узбекистана распалась на три самостоятельных ханства Бухарский Эмират, Коканское и Хивинские ханства. Каждые из этих ханств имели самостоятельную экономику, сельское хозяйство и развивали различные ремесла. Одежда каждой области была весьма локально, и узнаваема. Каждая историческая эпоха оставляла свой след в одежде среднеазиатских этносов и, формируясь на протяжении веков, была олицетворением особенностей быта и традиций народов. Одежда всегда была многослойной, и этому есть свои причины. Очень большое внимание уделяли гигиене и тела, и одежды. Вообще, мусульманство, вы знаете, это требует именно чистоты тела и чистоты одежды. И вот эти вот гигиенические требования, они все равно отражаются вот в этих костюмах. Первый слой хлопок требует постоянной стерки. То есть, если первый слой чистый, то все остальное уже можно сохранить. Второй, третий слой уже можно было носить шелковые и полушелковые ткани. Вот здесь во всех видах одежды первый слой у нас хлопчатобумажной ткани. Благословенная бухара. Она всегда славилась развитием науки, искусства и ремесел. Отличительной чертой бухарской одежды было то, что она создавалась благодаря уникальным шелковым, полушелковым тканям – бархату и парче. Элитарной тканью был и бахмаль. В XIX веке его изготовляли только в бухаре. Одежда бухары, она отличалась своей роскошью прежде всего. И одежда бухары делилась на дворцовую одежду и одежду уже по иерархии, которая существовала в то время в Бухаре и в Самарканде. Это очень яркая, красочная одежда. Здесь использовалась как местные ткани – это шелковые, полушелковые ткани – так и ткани, привезенные из Европы, Китая, это барча, это бархат. Но в создании одежды использовались не только восхитительные шелка бухары, но и хлопчатобумажный местный текстиль. Тем не менее, бухарские мужские халаты отличались качеством отделки. Знатные слои общества – Эмир и его двор – носили одежду с золотошвейной вышивкой. Уникальность состоит в том, что здесь великолепное золотое шитье. Золотое шитье именно бухары. Здесь очень мелкий орнамент, именно говорящий о том, что изысканность уже была заложена изначально при выполнении этих вышивок. И надо сказать, что в период Амира Тимура дворцовая одежда тимуридов служила основой моды в то время. И та одежда, которая там носилась, она распространялась уже на другие государства мусульманские. Путешественники, послы, которые бывали и в Самарканде, и в Бухаре, они как раз рассказывают о том, что одежда, она отличалась своей изысканностью, вкусом и колоритом цветов. В дневниках Роя Гонзалеса де Клавиха, посла Испании в империи Амира Тимура, великолепно описан наряд самого Амира Тимура во время церемонии встречи послов. Цитирую дословно. Синьор восседал на шелковой, расшитой маленькой подсылке, и локоть его покоился на крупной подушечке. Он был одет в гладкое шелковое платье без рисунка, на голове носил высокую белую шапку с рубином наверху и драгоценными камнями. Сейчас вот мы работаем, например, я со своими учениками над созданием одежды Бибиханум именно Пуклавиха, потому что он так подробно описал эту одежду, в которой выходит Бибиханум, и сто женщин придерживает подол этого платья, и головные уборы, украшения, камни, которые были использованы. Это говорит о том, что действительно уделялось очень большое внимание одежде, и сам Амир Тимур, у него была установка. Дворцы, дворцовые люди, это значит, его близкие родственники, жены, невестки, дочки, сыновья, вазиры, которые бывали у него, они должны были носить именно изысканную одежду со вкусом и из очень дорогих тканей. Это было основное условие. И очень часто, когда торговцы привозили ткани, он сам выбирал ткани и распределял между женской половиной. Обращаясь к многочисленным миниатюрам, иллюстрирующим царские сюжеты, можно убедиться в том, что дворцовая одежда практически не претерпела никаких изменений. Это роскошные халаты, сшитые из шелковых тканей, и головные уборы, украшенные султаны-гретами. Например, вот ткань альпак. Это джакардовая ткань, это тоже чисто узбекская ткань. Вот самаркандская одежда. Самаркандско-бухарская одежда, они очень схожи были, потому что и территориально они были схожи, и по истории мы знаем, там практически каждая эпоха, она всегда объединяла и самарканд, и бухару. Вот обратите внимание на ткань. Это ткань адрас, здесь больше шелка, чем хлопка, но рисунок здесь крупный. Именно самаркандские ткани отличались тем, что здесь был очень крупный рисунок. Удивительные подробности об уникальных золотошвейных посольских дарах, которые отправлялись из империи Амира Тимура в соседние страны, писал и знаменитый историк того периода Абдураззак Самарканди. В его труде «Место восхода двух счастливых звезд и место слияния двух морей» мы читаем, что во время дипломатической миссии ко двору правителей Калькутты среди посольских даров шаха-шахруха были вышиты золотом головные уборы «Кя лейт-ля-ду-зи». Об искусстве золотого шитья пишет из Айнатен Махмуд Васифи в своем единственном трактате «Удивительное событие», которое является достоверным источником для изучения культурной жизни Герата эпохи тимуридов. Он пишет, «Их искусство, зардузов, мастеров золотого шитья, ценилось очень высоко и соперничало по своим изысканным узорам и цветовым сочетаниям со знаменитыми иранскими и византийскими нарядами. В музеях и Узбекистана и в крупнейших музеях Европы и Америки сохранились роскошные халаты, датируемые второй половиной и концом XIX века. Великолепные золотошвейные халаты бухарских мастеров, посылаемые с посольскими дарами, всегда были желанными при российском дворе. Золотое шитье было предметом коллекционирования и для многочисленных путешественников, побывавших в Бухаре в XIX веке. Благодаря немецкому коллекционеру в Вилле Рейкмирсу, в этнографическом музее Берлина мы видим уникальные золотошвейные халаты и попоны, созданные в Бухаре. Любопытно описал одежду Эмира Бухарского Бахадур Хана. В своем трехтомном издании «Путешествие в Бухару» офицер Ост-Индской компании Великобритании, дипломат и коллекционер, один из фондообразователей британского музея Александр Бёрнс. Любопытно, что его еще при жизни называли «Бухарским Бёрнсом». В частности, он пишет, что узбеки любят являться в пестрых шелковых нарядах, подходящих под вкус одних только бухарцев. Некоторые из вельмож одеваются в парчу. Но одежда Эмира Бухарского Бахадур Хана состояла из простого шелкового халата из адраса и белой челмы, на которую он одевает эгрет с перьями и алмазами. Действительно, самыми впечатляющими были золотошвейные халаты, принадлежавшие и миру, и его придворным. Традиции золотошвейного искусства, как мы уже убедились, были заложены еще в эпоху тимуридов и шейбонидов. Но наивысшего расцвета оно достигло в XIX – начале XX века. Этим видом искусства, как правило, занимались мужчины, передававшие свое ремесло по наследству. Лучшие из этих мастеров работали в придворных мастерских в самом арке. Золотые и серебряные нити привозились из Индии и Ирана, а во второй половине XIX века основным поставщиком сырья стала Россия. Традиции искусства золотого шитья и сегодня в Бухаре продолжают потомственные мастера. Один из них – мастер в шестом поколении – Бахшулло Джумаев. В его мастерской всегда много туристов и всех тех, кто интересуется искусством. Золотошвейные халаты, созданные им, отличаются богатством ордаментальных решений, изысканностью исполнения и ничем не уступают историческим образцам золотошвейных халатов. Надо отметить, что золотым шитьем украшались и обувь, и аксессуары. Среди оседлого мужского населения со средневековья чрезвычайно популярной была челма. Как правило, ее начинали носить мальчики с 12 лет. Пожилые люди и старики носили белую челму. Особо красочной была челма жениха. По древнему поверью, темно-красную или красную челму должна была выткать и расшить к свадьбе сама невеста. И, конечно же, особой изысканностью отличался и женский национальный костюм. Эту фотографию еще в 19 веке снимал этнограф и музыкант немец Август Эхгорн, собравший уникальную коллекцию узбекских инструментов. В своих дневниках он писал, дутар и рубаб были излюбленными инструментами магометанских женщин. Остается только доказываться, как немец из Саксонии мог в 19 веке проникнуть в Эчкиари, где обычно обитали женщины. Вот песчанобанд. Это головной убор. Песчанобанд, он дополнялся платком. Ну, естественно, все подбиралось по цвету. И тот орнамент, который использовался в песчанобанд, он обязательно переходил в пешкурту. Пешкурта – это нагрудная. И надо сказать, вообще в узбекском национальном костюме каждый элемент носил функцию оберега. То есть вот это вот у нас песчанобанд оберегает женские детородные органы, мы скажем. В культуре одежды переплелись принципы образа жизни оседлых, земледельческих районов и кочевых племен. Не последнюю роль в сложении традиционной узбекской одежды сыграли и резко континентальные климатические условия. Юг Узбекистана – это один из древнейших очагов цивилизации. Именно на территории древнего Сурхана переплелись судьбы и культура Ахименетского Ирана, Греко-Бактрийского и Кушанского царства, которые способствовали расцвету архитектуры, искусства и ремесел. В средневековье между речью Амудари и Сырдари после арабского завоевания стали называть Маверанахаром, дословно «страной за рекой». Редкие росписи и произведения искусства дают возможность иметь представление о той одежде, которую носили в древности. Традиции в одежде сохранились и в более позднее время. И на особенности костюмов Сурхан-Дарьи и Кашкадарьи сказались и пестрый этнический состав населения, и особенности мест, где проживали люди, долины или же горные массивы. В целом, традиционный костюм Сурхан-Дарьи яркий, мажорный. Слишком яркое солнце, и здесь мы видим яркие цвета. И обратите внимание, что здесь шелк почти не использовался. Здесь в основном хлопок. Среди украшений, если мы посмотрим одежду Хорезма или Бухары, там очень много было украшений, конечно. Это было и золото, и полудрагоценные камни, это было серебро, то здесь практически, если даже использовали, это были какие-то элементы из серебра или мельхиора. Большим своеобразием отличалась и одежда, которую носили в Хорезме. К сожалению, у нас не сохранились даже в музеях одежда из парчи. Они очень много использовали именно французскую парчу, европейскую. Из Китая очень много завозили парчу. Очень много бархата использовали. И вообще богата. Одежда Хорезмитцев, она отличалась своим богатством. Волско шьет. В Хорезмском национальном костюме огромную роль играли украшения. Испокон веков это были уникальные такиятузи, туморы, куда вкладывали суры из Корана, многослойные нагрудные украшения, зульфы и браслеты. Это настоящие арт-объекты. Хорезмские мастера-ювелиры создавали неповторимые, изысканные украшения, которые, начиная с XIX века, были предметами коллекционирования. Каждое из украшений хорезмских мювелиров уникальное. Вот, например, височные подвески с экзотическим названием Яром Тарнак. Как правило, хорезмские украшения массивные по своей форме. Они украшались по золотой, по серебру, драгоценными и полудрагоценными камнями. Вы, наверное, слышали, что в свое время, когда вы давали девочек замужем, то в виде предания они давали один путь золотых украшений. Это 16 килограмм. Это считалось и обязательным, и вполне естественным. Это как-то не вызывало никаких таких сложностей, потому что государство было очень богатое. Что касается мужской одежды, то мужские халаты, как правило, создавались из полосатых бекасамов, полушелковой ткани. Они были сшиты традиционным образом. В шите халатов использовались и хлопчатобумажные ткани бос, алача, калами, карбос. Праздничную одежду шили из шваи и бенараса. Одежду подпоясывали как шерстяным поясом ручной вязки, так и поясами, связанными из цветных ниток, с нашитыми золотыми и серебряными пляхами. Были и кожаные ремни, украшенные цветными камнями, которым, благодаря специальным ремешкам, подвешивали кошельки, ножи, сабли. Отдельный интерес представляют головные уборы. Самые традиционные из них – это тюбетейки. Например, сурхандаринские тюбетейки конца XIX – начала XX века в основном имели круглую форму, напоминающую традиционную юрту. Несмотря на то, что они предназначались для мужчин, они достаточно ярко украшались вышивкой. Многие из них имели стеганую рельефную поверхность, который достигался благодаря вставкам пельта. Тюбетейки Узбекистана дают полное представление о различных технологических методах вышивания, о школах с различными традициями, где были свои цветовые и орнаментальные предпочтения. Главной отличительной особенностью одежды городского населения являлась вышивка, выполненная в технике ираке. Она придавала особую декоративность и элегантность и сплошь покрывала аксессуары костюма. Обувь, головные уборы, верхние халаты и пояса. еще совсем недавно, где-то век тому назад, вот так одевались женщины в Ташкенте. И даже, судя по этому наряду, можно сказать, что каждое время имела свой эстетический идеал, который диктовал и выбор тканей, и выбор аксессуаров. Но одежда регионов Узбекистана чрезвычайно локальна, и каждая эпоха оставляла в ней свой след. Но одежда всегда была олицетворением статуса, подчеркивающая скромность и достоинство или богатство и знатность происхождения обладателя. В Ташкенте традиционным налобным украшением был талякош. Это старинное свадебное украшение, которое создавалось из серебра и инкрустировалось разноцветным стеклом, а также кораллами и жемчугом. Талякош ассоциируется с образом птицы с распахнутыми крыльями. По древним преданиям, именно в птицу перевоплощалась богиня Анахита, покровительница женщин и плодородия. на традиции каракалпакского национального костюма огромное влияние сыграл образ жизни женщин-боительниц этого региона. Плата у стюр, суровая зима и очень жаркое лето. В традиционном женском платье коккуэляки использовались, как правило, шерстяные ткани, которые богато украшались орнаментом желтого и красного цвета. В каракалпакской одежде из-за того, что слишком суровый климат, женщина, она была продолжателем рода и отношение к женщине было совершенно уникальным. Ну, практически матриархат. И вот эти все украшения, они носили функцию оберега. Абсолютно все. И они вешались на грудь, на область пояса, по бокам. Здесь сережки были, головные уборы были очень уникальные. Саокеле – так называют традиционный головной убор каракалпакских невест, прообраз древнего шлема, богато украшенный кораллами. Он был олицетворением мифологических представлений о женщинах степей. Головной убор – свидетельство неповторимого предметного мира каракалпакского народа. Крупные браслеты также были прообразом неких доспехов, которые в древности носили женщины-воительницы. Тяжелыми, многоярусными были и все украшения каракалпаков. От ослепительно ярких красок одежды и головных уборов до мерцающих бликов ювелирных украшений – все это – квентэссенция многовековых традиций национального костюма Узбекистана, наполненного знаковыми символами с древнейших времен. На протяжении столетий синтез мощного влияния античного наследия и местных национальных художественных школ, ремесленных традиций, быта создали в одежде систему художественных критериев и канонов, наполненных глубоким философским смыслом, сакральными образами и поэтическими символами. Это был проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». С вами была Шахмоза Ганеева. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok